Друзья мои от всей души, приветствую вас на канале «Строя дом своими руками». Первым делом хочу вас поблагодарить за ту поддержку, которую в прошлом выпуске вы дали всей моей семье. К сожалению, все решилось не в лучшем виде. Папа ушел, но я уверен, он бы хотел, чтобы я не останавливался, продолжал движение. Он всегда любил это, и я возвращаюсь в строй. Как могу, как могу. В прошлом выпуске мы с вами занимались ступенями, обшивали подсистему, делали ETL-подсветку, то есть укладывали всю подсистему ETL. Это автоматическая подсветка, которая управляется через телефон с умной диспетчеризацией, поэтому видос я и назвал «Умная лестница», потому что она у нас будет в конечном итоге умная. Были вопросы, как ты делал подводку проводов и как это все будет выглядеть, то так будет выглядеть на самом деле. А как делал, я сейчас вам поставлю пару кадриков. Когда я выравнивал ступени, я делал плюшки бетонные, но вот здесь оставлял пустые пазы. На верхнем марше я проложил это вдоль стены, на нижнем марше я проложил это по краю. И провод там находится в свободном падении, так скажем. То есть его легко туда заправить, его легко оттуда вытащить на любое расстояние. То есть подсветку приклеить будет вообще просто элементарно. Оставил площадку вот эту, здесь будет лежать керамогранит такой же по цвету, но не стал сейчас это все делать, потому что не знаю пока ступени по высоте. То есть уложу и потом все пойму, залью эту чашку, это проблем никаких не составляет. Там в вентиляции будет находиться вся диспетчеризация. А также вот я придумал пока временный вариант, такие пружинки. Это от автомобиля ВАЗ-2107, пружинка газа. Но здесь будут тросы металлические потом. А может они останутся, только сделаем новые белые. Не знаю, посмотрим. Сейчас наша задача сделать классные, умные, интересные ступени. Для тех зрителей, которые придирались к слову умные в прошлом выпуске. Умные они потому, что под ними будет проходить система подсветки. И она должна проходить правильно, интересно, легко заменяемо и максимально логистически удобно устанавливаемо. Много было вопросов, зачем вообще нужен деревянный этот каркас, если ступени и под ступенки можно клеить к бетону напрямую. Друзья, это конечно же можно делать. Но плюс вот этой системы, во-первых, выравнивать удобнее максимально. Во-вторых, у вас уже шаблонный вариант готов. И ступени получаются максимально ровные по уровню, все здорово и все под необходимым вам углом. Не буду говорить, что я рекомендую, но мы сделали так и мы довольны. Но пользуясь случаем, я же вам еще должен показать, чем занимается Евгения. Она у меня большая, молодец. Она сейчас натягивает стеклообои по потолку. Поэтому завтра или послезавтра мы будем это все дело красить. И за один день по ступеням я точно не справлюсь. И все, наверное, в видос попадет, как мы это будем все фиксировать. Сегодня, наверное, мы без диспетчеризации познакомиться в полной мере не сможем. Она останется на следующий выпуск. Там же, когда мы продолжим делать обои, жидкие обои. Помните, от компании Silk Plaster я в каждом выпуске про это говорю. Но начинаю я с того, что сейчас беру фанеру, выношу ее на улицу и вырезаю ступени. Пока просто шавлонный черновой вариант, который потом будем шлифовать. Здесь у меня 111 мм, а здесь у меня 32, но я хочу, чтобы было точнее. Не от этой штуки отмечаю, а от десятки. То есть 42 и 45. Это у меня сразу на загогулину Г-образную, которая будет подклеиваться под ступенок. Итак, очень коротко пораскрою. Я делал запас на то, чтобы сделать Г-образную вот такую вот подступенную долю, которая будет подклеиваться внизу ступеньки. Она будет отпиливаться и потом закладываться уже под ступень. А здесь у меня небольшой носик выпирающий, который заходит за подступенок. Вот в эту часть будет подклеиваться светодиодная лента. А эта часть будет выпирать за ступень. А эта к стене. То есть вот так. Это я шлифанул, одну попробовал. И сейчас буду делать остальные такие же. Так вот, по поводу циркулярки, друзья. Пила имеет лазерное целеуказание. Имел счастье с ней поработать. Видно, что немножко потертая. Пилит очень хорошо, прям как по маслу. Новый диск. Современная, компактная, быстрая пила. Отличается от своих предшественников новым цветом, новым дизайном. Вы помните, у меня еще были черные пилы, они у меня есть. Но вот эта вот новенькая такая бодрая. И у нее целеуказатель. Кстати, проверял. Работает вообще как часы. Еще пару слов. Напряжение 220-240, стандартно. Мощность 1800. Скорость холостого хода 5000 оборотов в минуту. Диаметр пильного диска 185. Глубина реза под углом 90 градусов 65 миллиметров. Глубина реза под углом 45 градусов 43 миллиметра. И есть лазер. Модель DKS 1800 лазер. Так, сейчас в работе вы все это увидите. И сами все прекрасно поймете. Фиксируем. И сейчас делаю разметку под ступени. Я отпилил вот эту заготовку. Вот. И теперь переворачиваю. И вот таким вот путем ее просто приклеиваю. Все. Ступень с фальш. Толщиной готова. Толщиной готова. казалось бы нет ничего проще чем просто пойти к столярам и заказать ступеньки из дерева на этом пути я и обжегся потому что одна ступенька выходила три с половиной тысячи из массива березы и кто-то мне подкинул идею а почему бы тебе не взять фанеру просчитав правильные раскрой на листе ведь мы знаем что 20 фанера идет листы метр пятьдесят два на метр пятьдесят два я придумал оптимальный вариант и вот сегодня хочу о нем рассказать то есть если так прикинуть 17 ступеней умножьте на три с половиной даже если самый дешевый вариант ступени вы найдете по 2000 рублей умножьте это на 17 получится 34000 это минималка только за ступеньки или фанера лист который стоит 1800 рублей а вам надо три или три с половиной листа на 4 грубо говоря вот и теперь сами прикидывайте 4 листа даже по две тысячи рублей или 17 ступенек по три с половиной а а а Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ступени готовы и готовы очень даже неплохо, но, друзья, если мы хотим сделать прям все хорошо, то вот эти вот маленькие щербиночки, вот эти вот фанерные все промежутки нам нужно чем-то заполнить, но негоже хорошую ступень в таком виде и ставить. Поэтому я принял решение сейчас взять шпатлевку по дереву, любую, вообще без проблем, любую какую, кстати, очень многие рекомендуют даже не по дереву шпатлевку, а автомобильную шпатлевку брать, потому что она якобы меньше просаживается. В случае, если вы хотите потом оставить цвет дерева, то, конечно, нужно выбирать цвет, тот, который вы хотите, но тогда вам придется клеить шпон, а я хочу залить это все в один классный какой-нибудь цвет, который будет подходить к нашему дому. Скорее всего, это будет что-то в тему мрамора. Не знаю, посмотрим. Я сейчас беру эту шпатлевку и начинаю ее наносить на ступени. После того, как она просохнет, мы пойдем и все это опять зашлифуем на последний раз. После чего я начну наносить уже грунтовку. Коли уж мы сегодня совсем в рекламный контент по компании Деко углубились, ребята придумали достойную штуку, они придумали вот такой вот верстачок. Братцы, вы его уже видели не в одном видосе, он уже у меня изрядно пошарпанный, он очень удобный для работы. Здесь можно зажать заготовку, здесь можно, да, много чего можно. Здесь можно засунуть сюда струбцины, продеть их сюда и зажимать любые заготовки, как вам только вздумается. Также есть заводские лапки, которые монтируются в эти отверстия и зажимают тоже заготовки. Для обработки ступенек сейчас это самый лучший верстачок. Вообще давно мечтал о чем-то таком удобном, и наконец-то свершилось, у меня есть свой верстак. Складной, удобный, поставил его в уголок, он не мешает, но сейчас, как только он у меня появился, он занимает прямо на одной из главных мест настройки. Я им пользуюсь все время. Так что рекомендую, ссылка будет под видео. Вообще, друзья, сегодня очень много будет разной продукции Деко. И все ссылки будут под видео. Так что там смотрите. Работаем. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Получился эффект на контрасте На следующей неделе мы с вами переходим Уже к выпуску про освещение И про обои на стены Работа идет Мы трудимся Скоро все будет Все, до скорых встреч Через неделю увидимся Все, пока-пока